Хотел бы стать дождем, поцелуя мокрых кобель, как сладким сном, окутавшим тебя не кстати. Его знают не понаслышке. Его голос на протяжении многих лет бодрит казахстанцев своими шутками и новостями. Евгений Жагалтаев, известный радиоведущий, артист и певец, выступил в Шимкенте. Нам удалось побеседовать с певцом о его жизни, о работе и деятельности. Мало кто знает, что еще в раннем детстве Жагалтаев мечтал о карьере хоккеиста и летчиков. Летчиком я хотел стать, потому что мы жили на окраине и самолеты над нами заходили на посадку. Вот прямо тоже низко-низко. Казалось, залезешь на забор и можно дотянуться до шасси. Шасси выпущенный, ощетинившийся пред крылками и закрылками самолет, заходит на посадку. Я всегда залезал на забор, чтобы быть чуть повыше к этому самолету. И мне казалось, что где-то там, а мы жили небогато, прямо скажем, где-то там другая, лучшая жизнь, куда и увозит людей этот самолет. Я думал, вот вырасту, буду летчиком. Буду летчиком или хоккеистом, или хоккеистом-летчиком. В общем, вот две мечты были. И когда вырос, мечты частично исполнились. Но я в хоккей играю до сих пор. Ну, конечно, ветеранский. А летаю иногда как пилот. То есть наматываю часы в небе. Иногда будет день, город, день, город. Ну, ладно, вот сейчас Шамкент-Тарас рядом. А, например, потом у меня гастроли 4 июня Кустанай. А 10 июня у меня Астана. И то есть очень много летаю. Спустя время же Галтаев решил взять передышку. Его никто не слышал. Но все это время Евгений готовился. Готовился выйти к своему зрителю в новом стиле. Уже в образе певца. Артист говорит, что неизменным осталась любовь к радио, где он и сейчас продолжает работать. Просто в телефонной книжке, а гугла не было. Нашел радио НС. Позвонил, говорю, у меня есть для вас хороший человек. Они как-то неожиданно говорят, ну ладно, приходите. Покажите его, что там делов-то. Может быть, это была какая-то секретарша юная. Я не знаю. Но мы пришли. Директриса с удивлением долго пыталась вникнуть, что мы там делаем вообще. Он говорит, знаете что, идите, почитайте там в том студии новости какие-нибудь. И пошли читать. Алик начал читать. И тут мне говорят, вы тоже прочитайте. Я говорю, не, мне не надо, Алику надо. Директор сказал записать, я вас записываю. Я встал, записал новости, как сейчас помню, это было что-то. Как сообщил вчера на пресс-конференции в Астане премьер-министр республики Казахстан, повышение цен на нефтепродукты в этом году не произойдет. Вот эту строчку. И ушел. Девять часов утра на следующий день звонок. Софтовых телефонов еще нет. Это вот это с проводами. Они говорят, там вчера вы записывались, можете прийти на радио? Я говорю, да, Алик придет. Нет, не Алик, второй мальчик. А мы были юные, еще тогда худые. Сколько? Сколько мне лет? Еще 30 не было, молодой совсем. 26 что ли, не помню. И, короче говоря, я прихожу, и в тот же день уже я вышел с новостями на радио. И на Инессе я проработал 12 лет. 7 лет был генеральным продюсером потом. Вот. А потом случилось то, что случилось. Я ушел. И 5 эфирных лет я молчал. Занимался бизнесом. Еще чем-то там. И душа моя грустит, частицы бледного лета. Никак ответа не найдет. Ну, где ты? Поверь, пройдут облака и проливные дожди. Прошу тебя, подожди. Стой, прошу, остановитесь, годы. Я разберу эту непогоду. Тучей страха потерять ее опять. Стой, прошу, остановитесь, годы. Гордость дай чуть-чуть свободы. Что под чистым небосводом ее огнять. Был у артиста и период общения с известным российским исполнителем шансона Алексеем Брянцевым. Но по истечению обстоятельств общего ничего у артистов не вышло. Мне не хватает твоих глаз. Мне не хватает твоих губ. Твоих полночных слез. И очень нежных рук. Твоих. Я знаю Алексея Брянцева не певца, а я знаю Алексея Брянцева того, кто делает эти проекты. Он еще Катерине Голицыной пишет. Ну, кому пишет. Он живет в Воронеже. Я был у него на студии. И мы пытались что-то для меня написать. У нас месяца два-три мы помучились. Ездили на его лендровере по Воронежу. Он меня прощупывал. И все время говорил, Евгений, скажи фразу, скажи фразу. Но в отличие от вас, он считает, что у меня не запоминающийся голос совершенно. И что... Ну, мне нельзя работать на радио и на телевидении, и петь. Потому что я обречен на провал, потому что я одинаковый вообще. Он говорит, с вами трудно работать, у вас ничего нет. У вас, говорит, в голосе ничего нет. Вот это его слова. Сегодня же Голтаев является востребованным артистом не только на казахстанской эстраде. Певца приглашают из страны СНГ. Желаю вам добра и счастья, долголетия и здоровья вам, вашим близким и всем, кто вам дорог. Мирного неба вам над головой. АПЛОДИСМЕНТЫ